Всем доброе утро, девочки мои! Что у нас сегодня? Сегодня 30 декабря. Утро. На улице плюс 3 градуса. Снег с дождем передавали. Но пока что я вижу, что дождь вроде бы маленький такой. Но все мокрое. Все мокрое. Капают капли с деревьев. И тает снег. То, что он выпал тогда. В общем, такую погоду нам обещают в ближайшую неделю. И на Новый год тоже будет снег с дождем. Еще раз доброе утро всем! Всех с новым уже наступившим годом, потому что это первое видео, первый влог, который выйдет у меня после Нового года. И чтобы вы не скучали, я решила вот что-нибудь поснимать. По крайней мере, последние два дня до Нового года. Чтобы вы увидели и какая погода, и чем я, собственно говоря, последние два дня занимаюсь. Что у меня сегодня по планам? Я сегодня проснулась, кофе попила уже, искупалась. Вот так вот решила волосы собрать, потому что у меня сегодня уборка. И буду я убирать у себя. Потом я хочу поехать к дочке. Она у меня сейчас болеет, простыла. Надо ребенку моему помочь. Тоже там по хозяйству что-то может убрать, что-то может приготовить. В общем, короче говоря, по дому. Вот. Ну, что мне удастся снять, то я сниму. Ну, и потом в этот же влог у меня попадет и завтрашний день, что я завтра буду делать, как Новый год встречу. Я думаю, что, в общем, вот эти все приготовления вам будет интересно узнать. А сейчас мне нужно пропылесосить, стирку запустить, пыль везде пособирать, повытирать. В общем, короче говоря, сейчас быстренько прошусь по дому по-своему и потом, собственно, соберусь и поеду. Погода, конечно, у нас вот эта дождливая, серая. Но что делать? Вот такая погода. Кстати, прочитала я один комментарий, мне понравился. Там вспоминает девушка или женщина, я не знаю, вспоминает, какие былые времена была зима. Кстати, вот Краснодарский край, это же рядом с нами, тоже там, там даже теплее, чем в Ростове обычно бывает. И вот как-то, да, я прочитала этот комментарий, вспомнила свое детство. Действительно, у нас как-то снега было больше. Мороз, ну, не был сильным, но, по крайней мере, мороз держал снег, и он был у нас дольше зимой. И вот в детстве, да, в нашем доме, где я жила с родителями, у нас был пункт проката, и мы там брали лыжи. Но две пары лыж у родителей дома хранились. Это для взрослых, а для детей мы брали в прокате. Лыжи, коньки там брали в прокате. И вот тоже зимой заливали во дворах катки какие-то, заливали какие-то гортки, санок катались, помню. Так было здорово, весело. А сейчас какие-то зимы пошли такие, да, вот выпадет снег, он долго не держится, и потом быстренько плюс, и начинает таять, и вот это вот, ни на лыжах не покатаешься. Ну, сейчас уже как-то на лыжах особо не ездить. А мы брали лыжи, все семьёй ходили в парк или в рощу, и там катались, сходили на лыжах. Да, зима была веселее, люди не сидели дома, люди проводили время на улице. И помню, у нас вот недалеко от нашего дома, там через несколько домов, там такая, ну, как футбольное поле, заливали катком, люди сами заливали там, и вот за ночь он там застывал этот каток. И очень много народу, там не только дети, взрослые катались. И вот эти были пункты проката, не нужно было покупать, просто пошли, подобрали себе размеры, вперёд из песней. И в общем, да, я помню эти моменты, когда из санок я каталась, с детьми там, с горок, и на лыжах, и на коньках. Было здорово, было весело, да, проводили время, люди общались между собой. Были другие времена, и была другая погода. Ну, а сейчас мы адаптируемся к тому, что имеем, к тому, что есть. Это хорошо, что я сняла это видео, где зимушка-зима красивая была, потому что, когда снег на деревьях, и нету ветра, и вот ещё какое-то время держится, ну, дня два ещё подержалась у нас. Ну, обычно потом всё это рушится. Вот это когда красота, я вот это запечатлела, чтобы потом можно было ещё раз просмотреть, с удовольствием посмотреть, какая красота бывает зимой. Ну, а в основном, да, у нас плюс на минус, и в общем дожди. Ну, вот я посмотрела сегодня прогноз погоды, и на неделю вперёд, аж там до 6 января, каждый день прям аж три капли, дождь со снегом. И вот так, плюс на минус, минус один, плюс два, вот какая-то такая температура, и днём, и ночью при том. Вот. Ну, 6 показывает, что там небольшой снежок будет, и будет минус два днём, минус четыре ночью, в общем. Ну, в любом случае, в общем, и на Новый год, и перед Новым, и на Новый год, и после Нового года, первые дни. В общем, дождь со снегом, ну, снег, если даже и пойдёт, он будет недолго, он будет таять, и будут вот эти лужи слякать, и вот это всё. Ну, и тем не менее, мы стараемся искусственно хотя бы поднять себе каким-то образом настроение. Я знаю, что перед Новым годом суета, нам не до погоды, нам не до того. Обычно беготня начинается, особенно последние два дня, это уборка. Вот 30-го обычно это уборка, кто-то ёлку наряжает 30-го, кто-то уже нарядил. Нужно порядок привести, квартиру, 31-го уже приготовление, готовка, там салатики, оливье, там туда-сюда, мясо, всё это. В общем, люди чем-то заняты, люди к чему-то готовятся, и уже после 31-го, уже обычно такой вот, идёт как, ну люди просто начинают отдыхать, отдыхать уже от праздников и от этой беготни и суеты. Ну так же будет, наверное, и у меня, я думаю, что сейчас уже вот сегодня у меня началась суета, вчера ещё как-то отдыхала, а сегодня уже мне нужно будет побегать. Так что я решила сейчас побыстренько привести порядок у себя всё, и потом поеду к дочке, так как мы собираемся у неё, тоже нужно помочь, квартира у неё побольше, чем у меня, поэтому одному человеку тяжело, при том, если она ещё болеет, и тем более тяжело, но нужно помогать детям своим обязательно. Так что всё, девочки, приступим. Так, собрала я полотенчики, и в общем, первым делом запускаем стирку, и буду ещё пылесосить. Всё, поехали. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Уборочку я закончила. Можно теперь уже и позавтракать. Овсяночку на завтрак. Сил надо набраться. Всё, девочки, уборку я закончила. Я готова. Выхожу к дочке. Видите, водолазочку, которую я заказала, Васильке? Очень даже к шапочке подходит. На улице сейчас полоскает дождь. Беру зонтик и пойду сейчас под зонтом. Не знаю, наверное, не получится мне снимать на улице. Кстати, кто-то спрашивал, не холодно ли мне в пальто. Пальто очень тёплое, оно такое воздушное, там внутри как воздух. Вот оно лёгкое и тёплое. Мне нравится. Подолазку надела без ничего. Под низом на голое тело. Так что, я думаю, не замёрзну, при том, что плюсовая температура у нас сейчас. Ну всё, погнали. Девочки, а у нас идёт снег. Не снег, а дождь идёт. Видно вам по луже, да? И снег лежит, и дождь идёт, и грязь, в общем, и скользко местами. Ну, в общем, я пошла под зонтом. Ну, а что делать? Вот иду под зонтом. И месю снег, и под зонтом иду. Ну, мне нравится то, что не холодно, и то, что нет ветра. Ой, чуть не упала. Так, ладно, завязываю снимать. Надо под ноги смотреть. Ветра нету, и тепло. Хорошо. Дошла я до своей любимой аллейки. Ой, здесь тоже снег, сугробы, мокрые сугробы. Я сейчас помогла старушке дорогу перейти. Так приятно, когда делаешь, кому-то приятно. Это ж, не знаю, мне кажется, самому человеку приятно, когда кому-то поможешь. Там подарки подаришь, или еще просто какую-то помощь сделаешь. И прямо, и самому приятно, и человеку сделать приятно. Хорошо. Я вообще иду просто, здесь такие сугробы мокрые. Иду, месю, можно сказать, снег мокрый. Да еще страшно упасть, помимо того, что упадешь там в лужи. Так, а куда я иду? Собственно, что я хотела сказать, я уже забыла. Я иду, мне надо в банкомат, снять денежку, наличности нету, закончилась наличность у меня. А в банкомате в прошлый раз пошла, а там не было наличности, на выдачу. Вот. Так что мне не удалось. Сейчас, надеюсь, удастся. И все. Потом поеду уже к дочке. Водитель нарядил елочку. Молодец. Красота. Девочки, я приехала в Центробанк положить денежку на свой проездной пенсионный. И вот хочу сказать, вот перенесли банк Центр Инвест вот сюда. Это как раз напротив рынка Лидер на Вересаево. Ну, и хорошо. Там закрыли, где раньше было. Это хорошо, что я вовремя об этом узнала. А то бы сейчас там вышла и пешком бы телевка была. А вчера у соседки спросила, я говорю, куда дели? Куда дели этот Центр Инвест? Почему-то нельзя в онлайне положить. Вообще-то, не знаю, какой-то договор они заключили вот с этим банком. И единственный банкомат на весь наш район, на Александровход. Надо ехать сюда, чтобы пенсионеры могли пополнить свой транспортный проездной. Ну, вот иду. Вот, дочечки, я пришла, дошла. Она тут монтирует вам видео, но я не буду показывать, чтобы не красть впечатление. А здесь только лицо у меня. Ага. Нет такого. Всем привет! Мама Чоля приехала мне на помощь, моя дорогая. Скажи, мам, девочкам, как ты себя чувствуешь сегодня? Получше уже? Я себя чувствую, да, уже намного лучше. Уже вчера хорошо себя чувствовала. Перед этим прям, знаете, не выспалась. Мне прям песок в глазах был, а сегодня я вчера прямо легла до 12 часов спать. Сегодня выспалась, уже 8 утра встали, уже совсем по-другому себя чувствую. Ну, ты по голосу слышу уже получше, уже не гундосишь, да, уже так. Все, ну, ладно, хорошо, засучиваем рукава. Да, мама Чоля пришла помогать. Потому что пока я девочки себя чувствовала так, у меня Дэнни, я прошу ее не показывать до и после, да, покажем только после, потому что здесь вообще трындец. Еще, кстати, я гирлянду купила, можем к тебе на канал ее потом покажешь, повесим в детскую, новую гирлянду. Я сказала ее на зоне, надеюсь, она не бракованная, потому что там много отзывов были, что она бракованная была. Я цветную купила. Ну, давай, это попозже, сейчас дела сделаем. Знаешь, сделал дело, гуляй смело. Все, давай, к делам приступаем. Ну, вот и все, девочки мои. Все, я дочке помогла и сейчас мчу домой. Мчу домой, хочу домой. Все, девочки, пришла я домой, зашла в магазин. Я уже который день ищу мой любимый трубной хлеб, его нигде нету, и в итоге взяла я хлеб такой. Давно не ела батон. Ну, булка, булка хлеба. Ну, взяла один себе и один взяла на завтра гостям. Так, что еще я в магните взяла? Пироженки на баловство себе. Взяла вот такой кисель вишневый. А в ларьки вот я зашла в палатку. Это вот скумбрия по-домашнему, о которой я говорила. Очень вкусная. Виноградки шмиш. И вот это что-то новое. Сушеные, сушеная хурма, девочки. Первый раз такое взяла, но сказали очень-очень вкусно. Надо попробовать. Девочки, хурму хочу попробовать. Она вот в таких вот связках прям продается. На веревочке. На веревочке связаны такие вот они. Много-много штук. И мне просто интересно, так расхваливали. Ммм, серьезно вкусно. Кажется. Оно сладкое, оно в мел. Я думала, оно будет сильно сладкое. И они такие вот мягкие, не жесткие. Ммм, классный десертик. Обалдеть. Так. Ладно, сейчас я не буду на сладюшке сразу наваливаться. Первым делом хочу поесть и рыбку, еще что-нибудь. В общем, короче, девочки, я сейчас уже раздеваюсь, залазив в свою домашку. Сейчас перекушу, завалюсь, включу телек, буду отдыхать. Я заслужила сегодня отдых. Вот. Ну, а как мы там прибрали, дочка покажет на своем канале. Она там еще поубирает где-то что-то. И вам снимет, я надеюсь, что снимет вам чистоту, порядок. Ладно, но это не суть, В общем, короче говоря, сегодня буду отдыхать, а завтра с утра уже начну готовить. Ну, что будет завтра, вы узнаете уже позже. Доброе утро, девочки мои. И на улице погодка, туман. Плюс 3 градуса у нас. Ну, в общем, осадков не наблюдаю пока что. Ну, вот как-то так, как-то так, пасмурно. Ну, вот, девочки, хоть погода и не шепчет, я решила сама себе создать хорошее настроение с утра, потому что суета уже это надоело. Я вот уже проснулась, выспалась, что-то я заспанная какая-то. В общем, короче говоря, с меня сегодня оливье. И я вот сажусь сейчас чистить картошечку и думаю, заодно я с вами и поболтаю, о чем-нибудь поговорим. Сегодня уже вечером к дочке. Ну, вот с меня оливье, там, не знаю, кто-то что-то тоже еще принесет. Вообще, на самом деле, что там будет сегодня вечером, я даже вот понятия не имею. Все, все для меня это будет сюрприз. Вот. Ну и ладно, в общем, пускай организовывают там, что, чего, да как, пойдем поприсутствую. Я что-то вспомнила, как-то у меня такой трэшевый был Новый год. Я работала, мне было, наверное, лет около, даже 30, может, 30 не было. Это вот 90-е годы еще. Я работала в ларьке, но там у меня такой график был, неделя, неделя работаю, неделю отдыхаю. Ну и работала с утра и до позднего вечера. Вот. Ну у меня тогда мама там, то муж бывший, то мама с детьми там оставались. И вот Новый год приближается, а у меня была как раз неделя моя рабочая, и получилось так, что 31-го нужно было сдавать смену. Представляете? Ну Новый год мы тогда собирались отметить у мамы, она уже детей там забрала к себе, а я, значит, 31-го, мало того, что наплыв людей, 30-е, 31-е, там народ просто идет, идет, покупает там, мы и спиртным торговали, там у нас, в общем, там было всякое разное. И, короче говоря, вот сменщица пришла вечером, представляете, 31-го пересмена. Мало того, что все, надо весь товар пересчитать, а там что-то где-то сходится, не сходится, пересчитывать опять надо. Кстати, помню тогда тоже вот снег, что-то сугробы, и тоже вот такие вот, типа такой погоды, ну, мороз был небольшой, я не помню, сугробы таяли, не таяли. В общем, короче говоря, в общем, с горем пополам, я эту смену там уже сдала, уже психовала, уставшая, мало того, что неделю очень напряженной работы, и уставшая, плюс вот эта пересмена, короче говоря, я выхожу, помню, с работы, ловлю такси, не могу поймать. В общем, в итоге я приезжаю уже к маме, уже было время, по-моему, 11 часов, или начало даже 12-го было. Я уставшая, мне надо искупаться, в порядок себя привести, мозги не соображают, я раздражительная, нервная, пришла там, что-то на всех, что-то там шипело, шипело, мама моя, Света, успокойся, давай, иди, прими душ, давай, контрастный, холодный, горячий, давай, взбодрись, приди в себя, сует мне полстакана водки, давай, на, выпей, расслабься, короче говоря, успокойся, все, я, короче, выпила водки, душ приняла, меня оставили в комнате, там, одну, все, на тебе, вот, давай, накрасься, там, приведи себя в порядок, в общем, чтобы ты себя чувствовала хорошо, и веселая, как мы тебя привыкли обычно видеть, ну, правда, это помогло, помогло, вот, и вот тогда уже, тогда Новый год, уже как раз к 12 часам, я так нормально себя уже начала чувствовать, расслабилась, и в нормальном настроении тогда встретила Новый год, так, картошечку я почистила, надо яйца теперь чистить, так, принесла яйца, давайте яйца еще почистим с вами вместе, в общем, короче говоря, я сегодня проснулась, как всегда, среди ночи, ну, время было пол четвертого, наверное, как всегда, кофе села пить, думаю, так, надо уже яйца поставить, варить, картошечку сварила, все сварила, думаю, нет, рано я что-то проснулась, вроде дел с утра, никаких особо таких срочных, важных нету, ну, надо еще полежать, я легла, и поспала, выспалась до 10 часов, поспала, потому что, думаю, ну, это вечером, я же рано привыкла засыпать, мне же надо еще, как ребенку, знаете, выдержать до 12 часов, даже не до 12, но до часу, как минимум, вот, так что я еще поспала, теперь уже лучше мне, теперь я уже спокойно думаю, что я Новый год выдержу, соседка пришла, суетиться, я говорю, что ты суетишься, дома будешь отмечать, с сыном, никуда не собираешься, не это, ну, обычно, обычно готов к еду, как ты обычно готовишь, целый день, до вечера еще вообще много времени, я помню всегда перед Новым годом, вроде, знаете, беготня, беготня, суета, суета, и когда остается уже до Нового года, несколько часов, начинается маята, маята, последний, где-то после шести, и уже как-то вот маешься, маешься, уже, кажется, до Нового года еще далеко, а уже все сделано, и делать нечего, и, в общем, как бы, до застолья нужно как-то дотянуть, да, и вообще было бы здорово, если бы Новый год у нас отмечался, не в двенадцать ночи, по часов там пять-шесть вечера, да, чтобы сели уже, поздравили друг друга, спокойно погуляли, и спокойно, как положено человеку спать ночью, все в свое время легли бы спать, ну, кто хочет гулять, тот продолжил бы гулять, а такие, как я, могли бы уже спокойно в десять часов быть в своей постели, вот, было бы здорово, чтобы ночью, среди ночи не нужно было ехать домой, или ночевать, оставаться где-то не у себя дома, вот для меня сейчас это уже стало актуальным, по молодости все равно обычно, кстати, как вы Новый год встретили, напишите, кто-то, может быть, просто дома был, со своими родными, кто-то в гости ходил, кто-то, может, веселился, мне интересно, как сейчас Новый год вообще, молодежь отмечает, мы раньше в компании ходили, вот, допустим, соберемся в компании, посидим, потом толпой всей пойдем кому-то там в гости, туда, там еще посидим, где-то там по улице, где-то походим, песни попоем, что-то, что-то было весело как-то, было, люди общались между собой в гости, друг к другу ходили, собирались с компаниями, веселились, танцевали, пели, было здорово, а сейчас, мне кажется, люди больше всего как-то общаются меньше между собой, больше по соцсетям, и как отмечают сейчас Новый год молодежь, даже не представляю себе, тоже, наверное, как-то с родственниками, но это уже постарше с родственниками, а вообще молодежь собирается, не собирается, тоже просто мне интересно, любопытно, ну, напишите мне. Ладно, девочки, я включила, там сейчас громкость убрала, по телевизору идет у нас авторадио, 80-е годы песни, тоже, пускай попоют песенки, повспоминаю, да и так, чтобы повеселее было музыку, сейчас ее убрала, чтобы ее мне не заблокировали, и продолжу резать я оливье сегодня. Ну все, девочки, выехала я, сын за мной заехал, и мы едем, 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 да, едем к дочке отмечать Новый год, провожать старый, встречать новый. Всех с наступающим. Всех с наступающим. Так, у нас тут видимость не очень, поэтому я показываю дорогу. О, фонарики везде горят, огни. У нас что, там дождь идет, да, сын? Да не особо, вот лобовой стеглой, что он почти не имеет. Ага. Ну он как бы так, мелко-мелко капает, мелко. Все, мы приехали, дочки уже, и сын, и Наташа, Настюля, красотуля, вот она, ой, царевна, ой, царевна. Так, дети играют, мы сейчас там еще немножко подготовим, подготовим, еще гости должны прийти. Вот, ну пока не буду показывать особо. А я вот, искала синий себе прикид, но ничего синего подходящего не нашла. Я думаю, сиреневая сойдет, нормально будет, да? С Новым годом, красивый. Так, все придели, все придели. Так, что-то у нас в духовке лежит, печется, картошечка у нас уже на плите, варится картошечка уже, так, надо добавить. Я картошечку почистила. Так, у нас практически все готово, к нам еще должны люди еще подойти, и тогда уже... Субтитры сделал DimaTorzok так, кальян у нас тоже есть. Все, на столе готово, девочки, я вам показала стол по-быстрому, потому что музыка играет, приходится... Кальян под вытяжкой, чтобы дети не мухали. О, да, это прекрасно, кальян под вытяжкой, вот лайфхак, видите, какой, смотрите, как здорово. Да, вот. Стол я вам показала, девочки, все прекрасно, на столе все есть, у нас, еще у нас утка в духовке, пюре у нас на плите, гости еще одни поднимаются, и вот периодически музыка будет у нас тут играть, я буду молча снимать, просто без музыки, без звука, без озвучки. Девочки, а на улице такой туман, не, ну сейчас вроде поменьше стало, недавно смотрела, вообще города не было огней видно, еще думала, как же салют снимать. Ладно, надеюсь, как-нибудь снимем. Вот какая куколка классная. Мы слушаем, что говорит, и уже подготовили, что я пью сок. Я пью сок. Красотка. Новым годом! Ура! Кто тут у нас на балконе сидит? Не на балконе, а на подоконнике. Бантик сидит? Так, а салют еще пока? Нет, пока еще... Нет, уже там салют есть. Ай, здесь плохо видно, сейчас пойду я. другое место. Ух ты! Как здорово! Вот это да! Это я вышла на большой балкон. Вот город как весь сверкает, да? Красота! Как же это классно! Как это красиво! народ ликует и поет. Классно, когда весь город вот так вот стреляет, фейерверки везти. Туман, правда, но хоть хорошо, что хоть так видно. Все, замерзла я. Ну, все, девочки мои, вызвала я такси, еду я домой. Все, погуляла, гости там, все еще продолжают гулять, дети более выносливые оказались, чем я. Ну, бабушки, мы бабушки ушли, в общем-то, по домам. Молодежь еще там продолжает веселиться. А я уже хочу спать, как всегда. Время уже близится к часу, но у меня уже глазки закрываются, и у меня уже в это время, я в два часа уже просыпаюсь, как вы знаете, в три часа просыпаюсь, а тут еще в час еще не ложилась. Так что все, домой, домой, домой. Ну, а такси, оказывается, работает нормально, ждать мне долго не пришлось, пять минут буквально ждала, и все. И уже буду скоро дома. Все, мои хорошие, я приехала домой, все хорошо, время час ноль, ночи, ровно, и я ложусь спать. И поэтому я с вами прощаюсь, видео свое заканчиваю на этом. Дочка там, может быть, еще что-то поснимает, наверняка, так что вы можете пройти на ее канал, ссылочку на ее канал я оставлю внизу, если кто-то на нее не подписан, не знает какой канал. Заходите, она там тоже снимала, что-то я, что-то она. В общем, посмотрите, как они проведут дальше еще. Ну, они там веселятся уже, танцуют, музыка. По телевизору там концерт какой-то идет, 90-х годов, популярные песни все. А мне глазки закрываются, уже прям хоть спички вставляй. Вот, так что я, девочки, ложусь спать. Всем спокойной ночи, до новых встреч, до следующего видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok